Добрый день, это Будам. Сегодня мы гуляем по северной части города Майами. Собственно, Майами это такой большой конгломерат, или как это правильно сказать, нет, неправильно, метрополис, наверное, у которого есть много разных городочков вокруг него, в частности, к северу от него есть городок, который называется Golden Beach. Здесь, здесь учились люди, которые, здесь живут люди, которые хорошо учились. Во! Смотрите, я иду по улице, а тут по дороге, а тут вот сельские домишни, не хило. Это все частные дома. Здесь живут дружные или не очень селистые, которые не по сильным трудам, не по сильным трудам доработали денег и построили себе вот такие убежища. А вот из этого дома вышла женщина. Как вы сами можете понять, эта женщина не хозяйка этого дома, а просто там работала. Вот она там убралась и вышла на улицу. Сейчас, видно, ждет либо Убер, либо ее муж ее подберет. Вот эта дорога разделяет этот Golden Beach. То, что слева, вот это все, за ними океан. За ними океан. Мы еще и на океан, тоже сходим. И с той стороны поснимаем. А справа, это такое гейтед комьюнити. То есть, люди живут за воротом. За воротом. Тут на машине вы не видите, но к кишочкам, пожалуйста, заходи. Заходи, никто тебя не остановит. А вот стройка идет. Это, как вы понимаете, тоже частное домишко. Видать, семейка большая, поэтому вот так оно и строится. Там дальше мы увидим, строится бассейн. Видите? Это бассейн. Вам может показаться, конечно, что это хельский клуб какой-то строится. Или дворец культуры. Ну, нет, это просто дом частный, дом, который здесь достаточно. Декабрь месяц. Но во Флориде, или как правильно сказать, во Флориде по-русски, цветы цветут. Птицы поют. Ну, и, конечно, грачи. Что делать грачи, я не знаю. Но грачей не видел, если честно. Вот я захожу в этот поселочек, в рабочий Golden Beach. Тут, как вы понимаете, охрана есть соответствующая. Но, опять же, для гуляющих пешеходов, типа меня, проблем нет. На входе пальмы, которыми, конечно, не удивишь. Не удивишь. Жители. Ну, вон там, видите, эти орешки наверху, кокосовые, или как они называются. Чтобы, главное, нам на голову не упало. Ну, сейчас давайте пройдемся по улице, которая называется Golden Beach Drive. Посмотрим, какие люди здесь живут, что они тут понастроили. А вон там дальше, я вижу, стоят машины. Pick up trucks, они называются. Это очевидно. Тоже рабочие приехали. И что-то хотят подремонтировать. Потому что, если бы в советской прессе об этом говорили, то, конечно, сказали бы, что рабочие, которых эксплуатируют, богатеи, вынуждены, чтобы сводить концы с концами, заниматься уборками, чистками и так далее. А вот это богатеи, которые тут живут, хлеб жуют, как говорится. Вот такие пальмочки растут вокруг. Какой-то вот симпатичный домик. Что за модель машины, я не знаю. Давайте-ка посмотрим. А все равно не знаю. Какая-то птичка. Что у нас за птичка? Ну, вы знаете лучше меня. Вот, тоже смотрим. Вот еще один домик. Видите, тоже много разных автомобилей. Ну, а вот этот из них, конечно, выбивается. Это наверняка приехала какая-то обслуга на что-то у нас? Мазда, да? Мазда. На Мазде тут люди не ездят. Но обслуги это в самый раз. Или вот такой домик. Простенький и такой строгий дизайн. Но симпатичный. Видите, вот и есть колесо. Это вот как называется? Баскетбольный щит. И щитка, куда можно забрасывать мячики. Чтобы детки развивались и становились хорошими баскетболистами. Ну, или покупали баскетбольные команды. Вот тут же такой скверик. Чтобы уставшие жители этого поселочка после трудового дня могли вот здесь на лавочках отдохнуть. Лавочки тоже какие-то хитрые. Я так понимаю, рекомендуются некие упражнения. Что за упражнение? Тут видно написано. Написано. Ну, я пока не хочу этим заниматься, поэтому прохожу мимо. Вот такая полянка, где можно погулять, можно с собачкой погулять, конечно же. В общем, тихо-тихо. Кулгосп тихе життя. Кто не понимает по-украински, колхоз тихая жизнь. Если захочется водички попить, тоже нет проблем. Вот есть граник такой. Можно и попить. Я записываю сейчас на айфон, это все без дополнительного микрофона, поэтому наверняка есть какие-то шумы, но если я захочу продолжать выкладывать такие небольшие видео, то я, конечно, себе куплю микрофончик, который будет вставляться прямо в айфон, и вы сможете слышать меня еще лучше. Качество звука будет получше. Зачем я этот сегмент хочу завершить? Вот там какая-то лакчонка стоит. Тоже во дворике у кого-то пришвартована. Хочу закончить этот сегмент, потому что уже почти 6 минут, а мы же знаем, что attention span, то есть время концентрации наших людей в 2018 году очень небольшое и заставить себя смотреть что-то долго практически невозможно. За всем будьте здоровы! С вами был Будда.